Привет, с вами Вилсаков. Мы сегодня предлагаем взглянуть на iMac 2012 года выпуска. Достаточно интересная, инновационная модель. Мне сказали, что это не кровь, и мне хочется в это верить. Хотя такую здоровую коробку через границу переправить не так просто, всякое может быть. Смотрите, какую замечательную штуку нашел на стикере. Think Different. На коробках с макбуками я такого не видел. Ну и, конечно же, это 21,5 дюйма модель. Достаточно неплохо заряженная. Давайте посмотрим, что там в коробке. Поехали! Яблочные скидки всем подписчикам в любую погоду от партнера и магазина AppleJesus.ru Весьма инновационная. Смотрите, она имеет такую коробку пирамидкой. Говорят, что это очень удобно для транспортировки. Ну, здесь у нас указан непосредственно сам iMac. А открывается он достаточно просто. Вот здесь одна такая липкая лента. И смотрите, что дальше происходит. Мы можем вот так вот это все сделать. Открываем раз, открываем два. Дальше мы это тянем вниз. Здесь и здесь. Опа! Вот так открывается коробка. Не надо ничего выдергивать. Не надо никуда лезть, мучиться. Все здесь. Вот тут находится коробочка с аксессуарами. Здесь у нас лежит клавиатура, мышка и все документы. Ну и, конечно же, выдергивая пенопласт, мы получаем доступ к самому iMac. Смотрите, что у нас происходит. Он действительно тонкий. Даже в этой пленке он тонкий. Давайте поставим камеру на штатив и своими ручками доберемся хотя бы до этой коробочки. Вы представляете, часть iMac собирается где-то в Америке. По крайней мере, те, которые поставляются на их рынок. Ну а здесь у нас уже стандартный Design by Apple in California. Давайте посмотрим, что у нас тут. Вот так это красиво выезжает. И лежит внутри, как я и сказал, клавиатура с мышкой. Magic Mouse. Вообще в Европе и в Америке можно выбрать, что вы хотите. Magic Mouse либо Magic Trackpad. Ну, у нас, как правило, идет именно Magic Mouse. И беспроводная Bluetooth клавиатура. Поскольку это у нас, скорее всего, немецкий, да, Mac, то здесь, соответственно, страшные клавиши OA. Непонятно, зачем нужны. Что еще интересного в этой маленькой коробочке? Это стандартный для Apple конвертик, в котором мы находим приветствие, в данном случае, опять же, на немецком Hello. Ваше краткое руководство по Mac и данные по гарантии. Наклеечки, как всегда. И самое ценное, что есть в этом конвертике, такая вот микрофибра с яблочком, позволяющая оттирать отпечатки пальцев с вашего свежекупленного iMac. Давайте доберем обратно. Насколько я помню, по крайней мере, если мне не изменяет память, то больше здесь, во-первых, ничего нету, а во-вторых, батарейки Apple сразу засовывает в мышку и клавиатуру, и таким образом вам не нужно будет их вставлять и тратить на это время. Все сразу здесь. Вы просто подключаете это к Mac, и оно работает, если до этого вы его не сломаете. Ну что ж, давайте откроем нашу главную, главную звезду сегодняшнего вечера. Это, конечно же, iMac 21,5 дюйма. Очень тонкий, очень красивый. Поехали. Версия iMac 21,5 дюйма достаточно легкая. При желании вы можете носить его одной рукой и использовать как переносное устройство для, допустим, посиделок в кафе. Вот в такой специальный мешочек это у нас все запаковано. Аккуратненько снимем. И вот так наверх это должно уехать. Ну что ж, встречайте, iMac 21,5 дюйма версия 2012 года. И сразу давайте оценим, насколько он тонкий. Здесь видите, какая штука. Если вот отсюда смотреть, то он просто, ну действительно, очень тонкий. Если так зайти ему за спину, то оголяется его вот эта толстая часть, которая, конечно же, ну как бы смотрится, нет, на самом деле смотрится очень-очень неплохо. По крайней мере, да, если вы его поставите на стол и вот с этого ракурса смотреть, то он тоньше примерно даже, вернее, такой тонкий, как крышка у MacBook. Примерно вот с этого ракурса. В общем, впечатляет. Здесь у нас FaceTime HD камера, само собой. Согласитесь, очень стильно выглядит. Я надеюсь, экспансия iMac'ов в русские дома продолжится. Действительно, будет украшением любого рабочего места. Но сегодня все производители маломальски подтягиваются к уровню Apple. И моноблоки начали делать, и вообще внешний вид своих компьютеров, так скажем, достаточно сильно преобразили. Для того, чтобы соответствовать веяниям моды и тем трендам, которые сейчас есть. Сверху над яблочком вы видите два микрофона. Их нужно именно два, чтобы лучше отсекать шумы. И при разговоре по FaceTime, например, вас было лучше слышно. Сзади, как это уже происходит много лет, расположены все порты ввода на iMac. Единственное, что меняется, конечно же, их конфигурация. Слева вход для наушников, следом слот для SD-карточек, четыре USB 2.0.3.0 совмещенных порта, два Thunderbolt и гигабитный Ethernet. В противоположном углу расположена кнопка включения. И осталось рассказать только о вот этой средней части. Здесь находится радиаторная решетка. Именно сюда будет происходить выдавь горячего воздуха, подключение штепселя питания и Kensington Lock, потому что такую красоту могут без проблем угнать с вашего рабочего стола. Чтобы этого не произошло, можете себя обезопасить. И показать не смогу. Вот здесь, снизу, на нижней грани расположены решетки динамиков. Звук у iMac всегда был неплохой. Если вы не особо большой меломан, то я думаю, что он вас должен устроить. И осталось рассказать о ножке подставки. Вот таким вот образом вы можете двигать свой iMac. К сожалению, только по одной оси. Но обычно этого достаточно для того, чтобы комфортно для себя расположить компьютер и решить, как же вам с ним работать. Давайте включать и смотреть, что там внутри. Первое включение компьютера Mac – это всегда особое удовольствие. Я, правда, его уже запускал для того, чтобы нам с вами было о чем говорить. И пока он под характерный звук стартует, давайте расскажу, что там внутри. Это стартовая базовая модель 21,5 дюйма. Такая стоит в американском Apple Store 1300 долларов. Само собой, есть версии и подороже. Есть и 27-дюймовые iMac, которые придут к нам, наверное, чуть позже. Все-таки компания начала продажи именно с 21,5-ки, массовые. Что там внутри? Процессор 2,7 ГГц, 4-ядерный Core i5, которого, в принципе, будет хватать для вообще всех повседневных задач. 8 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 1600 МГц. 1 ТБ жесткий диск, вращение 5-400 оборотов в минуту. И из интересного дискретная карточка NVIDIA 640M на 512 МБ выделенной памяти. Само собой, там Bluetooth 4.0, Wi-Fi, это уже неинтересно. Смотрите, какая штука. DVD-привода у этого iMac нет. Это первый компьютер от Apple, именно стационарный, в котором нету DVD. А на клавиатуре осталась кнопка выброса диска, но теперь она, как рудимент, знаете, использоваться не будет. Что интересного в этом iMac? Ну, конечно же, по системе здесь будет установлен Mount Online, последняя версия, OS X10.8. И, ну, наверное, давайте проведем тесты, посмотрим, как эта штука справится с синтетикой, и потом расскажу свои впечатления от использования этого компьютера. Что касается повседневной производительности вашего компьютера, с этим никаких проблем нету. Конечно же, серфинг в интернете быстрый, плавный и замечательный. Разрешение экрана очень комфортное. Как видите, большие значки, большие надписи, но при этом достаточно места, чтобы расположить окна, как вам нравится. На YouTube, опять же, все быстро. Я не знаю, давайте какое-нибудь видео запустим, чтобы показать, как это работает. И у нас тут реклама. Окей. А что касается Geekbench, давайте проведем синтетический тест, посмотрим, как это работает, причем мы еще и закроем Safari, чтобы ему не мешать. Это кроссплатформенный бенчмар, который позволяет оценить производительность компьютера, назовем это так. Я делал обзор Mac Mini 2012, если мне не изменяет память, то он показал около 7000 очков. Я недавно провел тест своего MacBook Pro Retina. Он показал около 12 в этом режиме, 32-битном. Я ожидаю от этого iMac около 9000, я думаю, это будет более чем зачетно. И, конечно же, самое главное при выборе компьютера, обращайте внимание на то, что его очень сложно будет проапгрейдить. Это в домашних условиях без специального оборудования практически невозможно, поэтому сразу выбирайте конфигурацию, которая вас будет устраивать. Но, опять же, это младшая модель, поэтому это то, с чего начинается линейка iMac, и этого более чем хватит на год, два, три использования. Я думаю, что если вы не ставите сверхзадач перед этим компьютером, он со всеми ими должен справиться. Итак, финальный результат, барабанная дробь, 8355. Ну, немножко меньше, чем я ожидал, тем не менее, опять же, весьма и весьма неплохо. Здесь, наверное, общую производительность будет тормозить жесткий диск. Давайте запустим спид-тест, посмотрим, что у него с этим показателем. Сейчас мы тестируем запись и чтение. Около 110 на запись, и чтение показывает, ну, тоже, наверное, около сотни должно быть в итоге. Ну, вот примерно так и есть. Не будем проводить, конечно же, полный тест, потому что это займет очень много времени. Ну, и, наверное, последнее, что я хотел вам показать, это проигрывание видео. Вот я тут скачал сэмпл, и он у нас идет с зубодробительным качеством. Это 40 мегабит битрейт с рипс какого-то HD Remux Blu-ray диска, и это птички. В общем, как видите, начал играть вообще просто не моргнув глазом. Ну, еще бы дискретная графика более чем с этим справится. Ну, вот, наверное, это и все, что я хотел рассказать о производительности этого компьютера. Еще раз, если вы не ставите сверхзадач, ее будет более чем достаточно для всего того, что вы любите. Что касается игр, опять же, с этим не должно возникнуть никаких особых проблем. Если вы поставите Windows, то вы сможете использовать его как полноценную игровую систему, исходя из тех показателей, что у него есть. С вами был Вилсаком, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер, задавайте вопросы, если вам осталось что-то непонятно. Все-таки, конечно, он очень тонкий, выглядит здорово. Прям вот, вы знаете, на рабочем столе будет выглядеть просто прям бомба. И вещь. Apple молодцы, на самом деле убрали оптический привод, это шаг в цифровую эру. Пишите тоже об этом, что вы думаете. И пока. Процессор 2,7 ГГц Core i5, 4-х ядерный и с турбо-бустом до 3,2 ГГц, 8 ГБ жесткой памяти. Ты жесткий дебил, а не жесткая память.